Добрый день с вами Наталья и сегодня я хочу показать вам свои Рео. Это тардисканция очень неприхотливое растение, которое с успехом выращивают как комнатное растение и выращивает на клумбах. Кто может очень долго находиться на даче и нормально ухаживать за этим растением, или кто живет в частном доме, можно выращивать на клумбочке возле дома. Очень красивые неприхотливые растения. Их бывает несколько видов. Вот бывает тардисканция Рео покрывальчатая. Вот это вот растение и Рео полосатая. Вот такие красивые полосочки. Все это от одного растения пошло и вот у них совершенно разные есть полоски. Оно очень неприхотливое. Оно не любит правда переливы. Оно очень хорошо переносит засуху. У него правда маленькие неприхотливые цветочки, но при правильном уходе оно радует глаз и на и на клумбочке. Но если неправильно за ним ухаживать, сейчас вам покажу одно растение, которое у меня стояло сначала было нормально, а потом стояло в полутени и во что оно превратилось. И сейчас мы будем исправлять ошибки неправильного ухода. Итак, сейчас я вам покажу и вы вместе со мной посмотрите. Вот это растение, оно было практически такое же вот, как и вот это. У него было много отводочек, но, к сожалению, получилось так. Я уже рассказывала, почему, во-первых, я долго не снимала, почему у меня многое не ухожено. Итак, что можно сделать с этим растением, чтобы его преобразить немножечко, исправить его вытянувшиеся плети. Оно любит солнышко, не любит, правда, очень яркие солнечные лучи, потому что оно обжигается и цвет получается не сильно яркий. То есть на палящем солнце нельзя выставлять эти растения, но оно не любит тень, потому что он начинает вытягиваться и теряет свою декоративность. Что мы сейчас будем делать? Вот мы сейчас здесь пообрезаем все, что можем. Значит, я срежу вот эти растения, длинные все. Итак. вот посмотрите потом чуть позже у нас просто сильная жара я буду пересаживать все это пока я не буду не пересаживать вот посмотрите вот это растение я поубирала все длинные плети она будет дальше развиваться совершенно нормально все лишние листики сухие я все по убирала сейчас мы это растение польем отстоянной водичкой я отстаиваю от суток до трех ну для этого растения можно и сутки там для фиалочек больше вот в таком виде она будет у меня до начала сентября сентябре у меня будет глобальная пересадка в другие вазончики она немножко выровняется я поставлю его она стоит у меня на кухне на южной стороне но там прикрывают москитная сетка поэтому прямые солнечные лучи не попадают вот она уже дать она была и я хотела показать более вообще светлая такое выцвевшие но не получилось вот сейчас в таком виде она так и уйдет вот в августе будет стоять начале 7 я буду пересаживать сейчас она будет нормально формироваться ему будет хватать место я поставлю его вот так на подоконник то есть как бы к окошку вот этой стороной будет это будет всего лицом ко мне то будет к стеклу и она будет набирать наши свою листовую масса ничего ему не будет мешать на будет стремиться к солнышку и будет более компактно это с этим растением вот это растение что у нас посмотрим значит она у нас заполнена полностью все сухое мы по убираем пока поливать полю его завтра утром вот оно такое это растение сейчас посмотрим вот у него много отводочек я тут одну отрезала у меня попросила соседка вот там срезала не буквально на днях и тоже она будет перестала этот листик но сейчас этот листик уберем вот иначе немножко сбоку сухать все лишнее все сухое мы убираем это что полоса а вот это покрывать что они такие большие вазончики но это не мне уже за готовыми их пересаживать я не буду это это я уже буду передавать другим людям поэтому пересадки они не будут подлежать а вот остальные растения вы пересаживаете что сейчас я буду делать с вот этими плетьями сейчас я более подробно вам покажу и расскажу сейчас минуточку вот берем банку с водой ничего я туда не добавляю не даже не активированный уголь ничего то есть что мы берем вот мы берем вот это вот плеть сейчас здесь все сухое мы обрываем сейчас мы уберем так вот здесь есть у нас вот верхняя часть вот узелочек вот вот это растение вот здесь малыш у нее уже появился мы ставим водичку чтобы вон не соприкасался малыш чтобы он не гнил теперь займемся остальные что ну вот эту веточку можно его укоротить ставим ее вот она как раз касается водички так теперь следующую берем отрезаем убираем листик тоже убираем листик ставим тут можно разделить вот так есть малыш и вот эти все убираем ставим водичку вот это можно разделить на две ставим воду она немножко кривовато ничего так вот можно посадить сейчас выбираем этот листик тоже и будем укоренять укореняется все это очень хорошо корешочки появляется достаточно быстро все это мы убираем что мы сейчас все таки сделаем на все таки взрывлю земельку все растения в принципе любишь и периодически земли взрывляли на труда . мне все пыли с этим растениями справились здесь и более политые это земля влажная ну что теперь поставим все на подоконник где будем ждать когда они укоренятся потом я вам покажу через сколько появится хорошие корни для того что можно было посадить но и все остальные растения буду пересаживать уже сложен так всего доброго до новых встреч пока пока